Дети глаголят истину. Так ли это? А давайте попробуем проверить это на примере Ориона. Потому что если бы не он, то человеческое удовольствие от количества игрушек было бы не то. Ну а куда доехать теперь знают все. На север по советской, дальше на восток, по вокзальной и поворот направо. Очень много игрушек. Магодин Орион. Ну а как вы хотите то. Папа человек с не самыми бешеными достатками. Но он может купить сыну игрушки. Папа приходит покупать новые на сеньке. Много их? Не просто много, а вагон. И этот вагон в магазине Орион. Резинки это клевые, а из них притробласты ещики. Кстати, здесь все как-то правильно. Но понять то надо, в любом месте есть товар и для девочек, и для мальчиков. Эдакая квинсистенция жанра. Душа магазина Орион. У меня таких штук много. Когда я вырасту, я буду спрочить и давать пальмушку. А как вы хотите. Дай бог я проживу дольше. Но если нет, то то, что я сделал, даст моему ребенку солидную фору на будущее. Кстати, фора это не только оружие. Фора это конструктора. Это не еда. Собирать. Дешевые тысячу раз. И в этом-то он прав. Потому как проще здесь за сумму одного товара в других сетях приобрести себе больше удовольствия. Очень цикарный мотоцикл. У него есть скотч и мужика. Про это вообще молчок. Потому что без таких штук мужик сейчас не мужик. Как и без велосипедов. И это я чекотки на вот этом велосипеде. И очень нравится. Здесь чуть-чуть проще. На таком велосипеде он катался год. Три на других. Но чувство комфорта это то, что продает Орион. И сейчас велосипеды. Так что по сути понять надо. Круче и правильнее истины ребенка вам не скажет никто. И он по сути не один такой. Если ваш киндер способен на это, скажите. И продавцы Ориона пригласят и меня. И вы тоже поймете правила жизни, сказанное ребенком. Приходите в магазин Орион. И покупайте куторый экзамену. Дениско.